Что бы сцена не простаивала до последних минут, здесь работают артисты балета. Но как только появляются певцы, им сразу уступает место. Ведь опера сегодня в приоритете. Евгению Онегину Петра Ильича Чайковского выпала честь открывать театр во Владивостоке. Несмотря на то, что репетируют давно на эту сцену, сегодня артисты выходят всего второй раз. До сих пор не пускали строители. И сразу рождается одна из самых сложных сцен. Объяснение Татьяны и Онегина. Специально на эти главные роли во Владивосток пригласили солистов Мариинского театра. Наталью Тимченко и Алексея Маркова. Решать сценический образ на совершенно пустой сцене пока довольно сложно. Даже звездам. Когда у нас ближе к делу будет, ближе к спектаклю, будет уже яснее, какая постановка, как это все будет происходить. И тогда будет яснее все. Ближе к делу – это когда из Санкт-Петербурга прибудут оформления и костюмы. И ждут уже в субботу. Тогда же артистов соединят с оркестром. Пока репетируют под фортепиано. Однако самое главное – освоить пространство сцен и понять, каким же будет Онегин во Владивостоке. И уже ясно, что первое представление пройдет в концертном формате. Это такой предварительный эскиз. Я думаю, что самое благополучное место будут занимать пение и оркестр, и музыкальная часть. Потому что оркестр очень хороший, очень качественный. В подобных условиях, когда опера рождалась под скрижет пилы и сварки, работать Алексею Степанюку пришлось совсем недавно. В «Мариинке» он поставил «Левшу». Все завершилось громкой премьерой с очень хорошей критикой. Свято веря в то, что это станет традицией, сегодня режиссер создает самый неоднозначный и самый известный оперный спектакль в России – Евгения Онегина. И Степанюк уже знает, как сделать его современным, но не вычурным, в меру академическим, но не сухим. Умение слышать Пушкина и Чайковского, и умение соединить, в принципе, малосоединимые вещи. Потому что иронический текст Пушкина и эмоциональным шквалом музыки Петра Ильича Чайковского. Если все получится, то зритель накроет шквал эмоций, обещает режиссер. И тем самым еще больше закручивает интригу вокруг открытия театра оперы и балета в Владивостоке. Ольга Сомкина, Константин Селезнев, «Панорама». То есть я здесь в раздрайв пошел.